Продолжение следует... 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 Я понимаю, что она работает на Востоке, и там, где монархия, видно все по слову монархия, но в ее воспаленном сознании, мне говорят, это не день с половиной недели, а основной инстинкт, я надеюсь, она ноги хотя бы не перекидывает. Ну так вот, в ее воспаленном сознании надо вот сейчас загнать Путина в орган, а Путин пообещает, минутку, а это не входит в компетенцию Путина. Решение о внесении той или иной структуры, того или иного гражданина, то есть, соответственно, длинный статус на ГИЛКО принимает не президент Российской Федерации. И президент Российской Федерации не выводит никого из зоны действия закона. И если американская журналистка не способна осознать эти базовые вещи, тогда мне вопрос, а что она вообще способна осознать? Вот эта попытка сказать, что в России диктатура, и вот я сейчас говорю, пусть он черты пальцами, и будет хорошо. Принципиально показывает, насколько американцы ни черта не понимают о том, как работает наша страна, и кто такой президент Российской Федерации. Они этого вообще не понимают. Да, 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 да. Насколько, поэтому и каждый раз допускают ошибку за ошибкой. При этом эта барышня упал навал только Навальный. Только Навальный. Вот как поднимается тема Навального, когда речь заходит о оппозиции и пятой колонне. В России действительно есть пятая колонна, которую возглавляет Алексей Навальный. Она вот действительно так беспокоится? Что это? Что вы должны посадить, что вы должны посадить, что вы не работаете, которые не нарушают законов соответствующих. Что касается фигурантов, которые вы сказали, они вообще находятся в местах, что члены с свободами за политическую юридическую юридическую юридическуюсть. А за уголовное преступление, в том числе, в отношении два предпринимателя я работаю. Здесь есть листунчик, давайте подразумеваемся. Несколько экроспектов, которые, мне кажется, важно обсудить. Мы потом продолжим. Несколько экроспектов, которые важно обсудить. Во-первых, видимо, вычислить экраны, убрали. Но, чтобы не услышать в эту сфолюровку, вы, которых попадете, у тебя на полный сажен. И решение принимает в суд. Но вот здесь Россия, это монархи. Это у Абсолюта людей. Это Путин. Вот это у Навального. Это у Курки. Это из-за того, что у нас есть. Ну, без выгадки. Что вы? Не на моря. В 21-м году В Суму-то изданий, как у вас есть. Сама-то, конечно. Лично. Байден? Да. Берег. Здесь Россия. Серьезно? Да и значит, Путин лично взял и посадил. При этом, если... Я не знаю, что здесь у меня вот дела. Ей глубоко наплевать. Они все продвигают нарратив. По политическим он не сидит по политическим. Вся эта ложь, дурочки соболь, жирного, метского, вонючего, не выговаривающего ни одной буквы, вора Аубурова, осужденного за воровство картинок, финансового мошенника, воровки на доверие, позора еврейского народа, волкового. Вот все это жулье, включая поклонник Никада Головадзе, который непонятно почему до сих пор на свободе, не предъявлено ему обвинение. Вся эта сволота рассказывает сказке, что Навального посадили за то, что он не умер и вернулся. Нет. Навального два уголков дела, по которым были вынесены приговоры. Первый. Будучи чиновником Кировской администрации, вора, взяточника Белых, который отбывается с этим, сад взяточниками, он развел компанию Киров Лес, на факте, и не имел права, и не имел вообще. Ведь если эта компания официально не должна была иметь никакого отношения в Лес. Если бы на секунду сейчас представить, что Навальный и Белых были единороссами, какие разоблачительные материалы бы написала команда Навального с криком, как единороссы выстроили схему, как ему день. Мелкий кировский чиновник. Ворс. Возле чего? Там первый срок. Второй срок. С братиком. Давайте опять нарисуем картину. Два единоросса. Один пробирается в государственную компанию Почта России, устраивает там схематоз со своим братиком единороссом и хлопает французскую компанию, получая за это срок. Как бы поиздевался Навальный над ним. Чистые мошенники. Нет, они политические. А политики не занимаются разводом по властью через компанию прокладки и обшору. Да, это не факт. Несчастность французских производителей косметики и продавших. Жулики они ваши, братья Навальные. Жульё. Ауешься. А как их позиционирует Америка и прочее? Через несколько лет. Полный контакт. Вести РФМ. Кузова. Сморка. Агель 1. Занят. 94 и 3. Турм. 88 и 4. Аганок. 104 и 4. Турмск. 91 и 1. Москва. 97 и 6. Вести РФМ. Первая. Агладном. Турмск. 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 Вытас. Выси. Но новый Субару. Так. Комфорт он. Пакет систем превентивной безопасности Айсай Цэрти Плюс создает ощущение исключения. Абсолютно новый Субару Аутбек создан в будущем. На стояночке у нас 5 лет гарантийной поддержки. Подробности на сайте subaru.ru. Продолжение следует. 7.30, в Москве. Новости. Субтитры делал DimaTorzok 7.30, в Москве. Субтитры делал DimaTorzok 7.30, в Москве. Субтитры делал DimaTorzok 7.30, в Москве. 7.30, в Москве. Субтитры делал DimaTorzok 7.30, в Москве. 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 8.30, в Москве. 7.30, в Москве. 7.30, в Москве. 8.30, в Москве. 8.30, в Москве. 8.30, в Москве. 8.30, в Москве. 9.30, в Москве. 9.30, в Москве. Какая политическая деятельность требует в использовании офшорной кампании? На эти вопросы западный западный западный. Он сидит якобы за политикой. Он через офшорную кампанию создал схему с использованием офшорной кампании, которые хрустную маршрутскую кампанию прошли по помощи внедрённой государственной кампании в график. Вы можете представить, что это схему, когда вернули бы из Единороссии. Понимаете, почему офшорные кампании в Навальном ни разу не вспомнили ни в «Намо», да и поиск, ни в «Намо», да и поиск. Что случилось? Почему они не в них пели? В момент шоу любят хотя бы. Если говорят «Толичит, то шоу это сейчас», а в «Намо» ведь почему? Да с этим. Вот какие-то, вот какие-то, вот эта. И эта нестажная история, того что шоу, как сказали. Потому что Америка с этим не был, она. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Продолжение следует... 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 Через 600 метров новое движение. Второй съезд. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.